Итак, мы начинаем, и с вами у нас сегодня задача понять, что мы будем делать, что нас за модуль ждет вообще, и что мы будем делать в ближайшую неделю. Так как у нас сегодня с вами еще праздник, с праздником вас всех, то поэтому у нас будет выход такой плавный, плавный выход из праздников, из Нового года. Смотрите, модуль 2, он создан для того, чтобы мы все знания, все необходимые знания получили, и в третьем модуле все стали максимально, все наши знания начали превращать именно в конкретные навыки максимально. То есть там уже будет самая-самая практика, а здесь еще больше такая теоретическая часть, но мы ее смешаем с практикой. И у вас, значит, будет настройки камеры и своя выдержка, жанры фотографии, такое обобщенное легкое занятие. Вот это занятие сложное, вот это вот занятие достаточно сложное, вот это занятие такое легкое, а это вообще легкое занятие. То есть здесь ничего сложного. Дальше, смотрите, вот это занятие, объективы, будем с вами разбираться, выполнить задание будет не тяжело, но понять чуть-чуть-чуть может погудеть голова. Ну ничего, 10 минуточек в неделю можно этому уделить. Это уже будет у нас теоретически не очень сложное задание, может быть, как вам покажется, я не знаю. Но делать упражнения там нужно будет уже посложнее немножечко будет. И дальше у нас будет с вами такой маленький зачет пейзаж и архитектуры, когда будем снимать, то все, чего мы научились за этот, получается, месяц, у нас еще месяц, видимо, пройдет, пока мы этот модуль пройдем, это все должно воплотиться в ваших фотографиях пейзажа либо городских фотографиях. Вот, так что здесь не переживайте, такая подготовка может быть не так увлекательно, как в следующем модуле, но для того, чтобы модуль 3 был для вас максимально классный и крутой, для этого в модуле 2 нужно много-много чего подготовить. Дальше, по поводу сегодняшнего занятия. Оно выглядит очень страшно, такой, смотрите, миллион настроит, миллион всего. О, да, такой момент. Раньше было так, что сначала было занятие ISO и выжижка, а потом настройки камеры. Я поменял их местами, чтобы мы плавнее начинали, но в связи с этим кое-какие термины пришлось вводить сразу. То есть мы сразу, я их ввел, и они у вас должны чуть-чуть запомниться, и потом мы их применим. Вы увидите это. В общем, несмотря на все, на то, что настроек много, пугаться нечего. Самое первое, что нужно сделать, что нужно сделать, вам нужно посмотреть, есть ли в вашей камере ручной режим. Если есть, значит, половина дела уже сделана. Ручной режим может обозначаться как режимы ручной. Это в Android, либо в iPhone, может быть, в последней модели. Либо он может означаться как Pro. О, видите, такая вот кнопочка. Так, ручной есть, отлично. Ручной есть, значит, вам будет легче. Вот если Pro режим есть, вот видите, вот так вот обозначается. Там, где у вас все меняется, где меняется там живой фокус, еда, может быть, видео там у вас даже переключается. Там может быть режим Pro, Professional. Если есть, значит, половина дела уже сделана. Если нет, если нет, для iPhone есть приложения Yamera ProCam. Я их написал еще в занятии, все они есть. Либо камеры 2+, некоторые из них бесплатные, некоторые платные. Либо другие приложения, любые на свой вкус вы можете. Можете мне написать, спросить, я вам подскажу по поводу приложений для iPhone. По Android это Елизавета подскажет. Вот эти приложения для Android, которые позволяют чуть-чуть больше понять, как вообще весь процесс происходит. И если вам удобно, вы ими можете пользоваться в будущем. Если, допустим, те приложения, которые вы увидели, платные, хотя там не все должны быть платные, там часть из них бесплатная, или вы хотите другое приложение использовать, пожалуйста, просто открывайте свой App Store либо Google Play и вбивайте. Ручная камера, их много, таких приложений, десятки. Любое бесплатное, которое вам по душе, которое вам удобно, вы можете скачать для того, чтобы некоторые настройки понять, как работают. Если, конечно, у вас их нет по умолчанию. Просто такой момент, что у многих из вас будет проблема с тем, что снимки смазаны. А для того, чтобы объяснить мне, почему они смазываются, проще всего скачать приложение и на приложении, на ручных настройках объяснить. Тогда вы поймете хорошо и будете сами всегда понимать, что можно сделать, даже если вы снимаете на автомате. Дальше. У нас всего лишь два новых термина. Два. Ну, еще будут слова, кое-какие хитрые потом, но вот основных два термина, они простые. Экспозиция и экспонирование. Звучит страшно? Звучит страшно. Но ничего страшного в этом нет. Просто я буду иногда вам говорить ошибка по экспозиции или недоэкспонированный снимок. А вы знаете, что если фотограф говорит экспозиция, то он имеет в виду, сколько света попало. Темный снимок или нет. То есть ошибка по экспозиции, значит, неправильный снимок получился. Либо слишком темный, либо слишком светлый. Или правильная экспозиция, значит, правильный снимок получился. Вот посередине у нас можно сказать, что вот посередине у нас здесь... Так, дайте секундочку. Вот здесь вот у нас правильная экспозиция. И у нас здесь снимок экспонирован правильно. Эти два слова потихонечку у нас уляжутся. Не переживайте по поводу этого вообще ни капельку. Сейчас, даже если не запомнили, все встанет на свои места. То же самое здесь, видите. Темный снимок, правильный и светлый сильный снимок. Потому что это важно, это касается нас. Когда вы снимаете, бывает такое, что чуть-чуть что-то слишком темное или слишком светлое. Чтобы вы умели этим управлять, мне нужно будет некоторые моменты объяснить. А чтобы я объяснил на одном с вами, чтобы мы с вами на одном языке общались, когда я вам объяснял, вот эти два термина нам пригодятся. Дальше. Дальше все очень легко. На эту неделю все очень-очень легко. Нужно всего лишь пройти, будет все кнопочки, какие есть, посмотреть. Что они обозначают. Что они обозначают. И всего лишь по некоторым функциям сделать кое-какие упражнения. Очень легкие. Смотрите. Это вспышка. Это форматы. Вспышку вообще просто отключите и все. Пока нам вспышка не нужна. Со вспышкой на телефоне дело плохо обстоит. От нее больше вреда, чем пользы обычно. Это форматы записи. Пока что оставьте JPEG. И всякие дополнительные форматы не включайте. Пока это не нужно. Дальше. Смотрите. Режим. Режим называется HDR. HDR произносится. Он нужен для тех случаев, когда у вас что-то светлое и темное на одной снимке вместе. И когда это сложно сочетать получается. Смотрите. Вот, допустим, девушка у вас стоит возле окна. А сзади свет светит на соседнее здание. И у вас девушка получается по экспозиции правильная. А задний план у вас, видите, белый совсем. Вы думаете, ага. Тогда мы сейчас исправим. И делаете так. Нажимаете. Или на поле экспозиции. Либо просто пальчиком нажимаете на задний план. Чтобы здание сзади не пересвеченное было. Вы хотите показать какое-то здание, может быть. И тогда у вас получается темный. Сам человек темный получается. Тоже плохо. Ничем не лучше снимок становится. Тогда вы можете включить. Если у вас нет специального какого-то света, либо отражателя. Нет других способов, как вам это сделать. Вы можете включить этот режим. И у вас, если повезет, если ваш телефон справится, получится такой снимок. Когда и модель у вас нормальная по экспозиции, и сзади у вас тоже задний план по экспозиции у вас не провалился. Для этого ваша задача будет просто проверить, как работает в вашем случае на вашем телефоне этот режим. Потому что иногда он вам может пригодиться. Вот видите. На левом снимке, на левом снимке, вот здесь вот свет уже белый. Мы не видим, что там даже подушка. И она как бы в белом исчезла вся. А здесь режим включили, и можно прочитать, что это подушка. Напишите мне, что вы поняли, что такое этот режим. Напишите мне. Хочу услышать от всех. Если не поняли, то напишите мне тоже об этом, чтобы я знал. Тогда объясню вам как-то еще получше. Айна Гуль, Елизавета, Лилия, Людмила, Марина. Так, плюсики поставили. Хорошо, хорошо. Все, замечательно. Ничего, ничего сложного. Ничего на эту неделю сложного не будет. Мы мягко продолжаем еще немножечко наслаждаться Новым годом. И потихоньку, потихоньку начинаем заниматься. Дальше. Есть всякие режимы, которые вообще не нужны. Если вы смотрите, совсем сложные. Можете написать мне или Елизавете. Некоторые нам вообще не нужны. Это вот простой камеру поменять. Вы должны знать, где камеру поменять. Некоторые даже не знают. Некоторые удивляются, что у них несколько камер можно менять, что портретная, отдельная. Или там те камеры, которые селфи снимают, они тоже могут меняться. В общем, ваша задача все-все посмотреть. Посмотрите всякие панельки информационные. И вот такое вот вы найдете, если вы скачаете приложение, либо в вашем про-режиме найдете такие буковки WB. Это баланс белого означает. Что такое баланс белого? Баланс белого – это то, как ваш телефон видит цвета вокруг. Насколько, что он считает за белым. Дело в том, что наш глаз адаптируется очень сильно. Белый цвет, вот он белым, белый лист бумаги, и он нам кажется на улице белым, когда светит солнце. А он такой и есть, на улице белый. Когда вы заходите в помещение вечером домой и пишете на этом листке что-то, то он вам тоже кажется белый. А на самом деле он освещается желтым цветом. И желтый цвет отражает. Он желтый на самом деле. И наш глаз не может понять, что наш глаз как бы обманывается. Он там мозг чуть подкручивает, и ему кажется белый-белый. И он привык, что это белый. И все остальные цвета тоже нам кажутся естественными. И даже лица. А телефон не может так сделать. Ни телефон, ни фотоаппарат, ни кинокамера. Так не может сама иногда понять. И она может ошибиться. Если она ошибается, то у вас может получиться вот синий человек. Такое может произойти. А если вы будете на фотоаппарат снимать, там это тоже важно, и там это даже важнее. То есть измеряется эта температура в кельвинах. Чем именно на вашем телефоне больше указано кельвинов, тем более теплый будет снимок. Чем меньше указано кельвинов, тем будет более холодный снимок. Но у вас может быть указано как кельвины, прям там 3 тысячи, 4, 5, 7, 10 тысяч. Так у вас могут быть указаны, знаете, уличный свет, облачно, как там бывает, лампа накаливания, такое тоже бывает указано. Вы посмотрите, как это у вас, и просто сделайте задание легкое, несложное задание, все очень быстро с ним справляются. Вот видите, 5000 кельвинов – это такой дневной свет, это обычный свет считается. 2800 – это у вас на снимке будет холодно, а если 10 тысяч поставите, то тепло. Это иногда можно применять как специальный эффект во время съемки. Иногда такое тоже можно делать. Вот здесь, допустим, 2500 кельвинов. Холодно, кажется, что прям дождь сейчас пойдет. 5000 кельвинов – это как по-настоящему выглядит. А 10 тысяч кельвинов – кажется, что вот пот с нас льется, так тепло кажется. Или осень, то, что наступило. То же самое. И вам нужно будет сделать три снимка. Один обычный, правильный баланс белого, один теплый, один холодный, чтобы я убедился, что вы нашли, где это меняется, и в случае чего могли внести поправки. Так, это фокус. Фокус – все просто. Просто нужно понять, где он наводится, как он фиксируется. Дальше. ИСО и выдержка. Смотрите. ИСО и выдержка – это два таких термина, которые мы с вами разберем на следующем занятии. Они достаточно такие сложные. Ну, сложные, да не сложные. Мы там все расписали так легко с вами в занятии, что вам не составит труда понять, что это. Но вам нужно найти, что они есть в вашем телефоне. ИСО, вот это вот ИСО, видите, на нем написано. А выдержка – это просто единичка, черточка и какое-то число. Может быть, там 10, 20, 50, 100, 1000 – это все выдержка в долях секунды. Это 1,08 секунда означает. Все, по сути, все. Остальные кнопочки – просто посмотреть. По сути, все. И какие вот еще всякие сет дополнительные, все эти моменты, все нужно посмотреть. Ничего сложного. Задание на неделю. Вам нужно найти ручные настройки, если у вас их нету, либо если вы их не находили в телефоне. Обменивайте информацию о том, какие у кого телефоны. Может быть, Айнагуль подскажет. У меня такой телефон, у меня есть ручные настройки, они находятся там. И кто-то скажет, у меня такой же телефон. Скажите, где вы их нашли? Такое может быть. Дальше. Сделать три фото с разным балансом белого нужно. Это несложно. Это у вас займет... Ну, это между делом. Вы поймете, где это меняется. Займет это одну минуту снять. Две фотографии с разным фокусом. Тоже легкое занятие, задание. И сделать тест режима HDR. Попробуйте. Вам нужно найти какое-то такое условие сложное и сделать этот снимок. Плюс одно лучшее фото, сделанное за время каникул. Ну, либо за эту неделю, которую мы с вами будем заниматься. То есть наша задача потихонечку посмотреть все функции мягко и подготовиться к следующему занятию. Баланс белого. Синий, нормальный, теплый снимок. Разный фокус на ближний объект, на дальний объект. Ничего. Чем, смотрите, чем ближе ваш объект, чем ближе вы поднесете вот этот вот объект, который близко к вам относится, вот этот вот, тем сильнее будет выражена разница между тем... Тем сильнее, получается, у вас задний план размоется. Вот так вот легче сказать надо. То есть близко подошли, у вас передний план размывается, задний фокусим. А если вы отойдете на 2 метра, то у вас оба предмета станут в фокусе и очень сложно будет их на телефоне размыть. Объективы будем приходить, поточнее коснемся еще этого момента. И режим HDR. Режим HDR. Видите? Кто видит отличие на этих снимках? Может быть, кому-то не видно. Может быть, с телефона не видно. Вот в этой части видно. Здесь лепесточек. Лепесточек, вот видите, как бы съелся светом. А здесь лепесточек более-менее на месте. У кого-то будет этот режим срабатывать лучше, у кого-то хуже. Если у вас плохо срабатывает, ваша задача просто убедиться, что он плохой, что он плохо срабатывает, и он вам не нужно, не пригодится. Если хорошо срабатывает, то вы будете знать, что если сложная ситуация, то вы сможете его использовать. Но имейте в виду, что когда вот этот режим включен, то снимок делается долго. Экспонирование снимка идет долго. Точнее, он делается из трех снимков. Телефон снимает более темный снимок, нормальный снимок и более светлый. И потом их вместе соединяет. И вместе соединяет, и получается как вот единое целое, что и светлое, и не слишком светлое, и темное, и не слишком темное. Но для того, чтобы ему сделать три снимка, ему надо больше времени. Поэтому если что-то подвижное, например, ребенок балуется, а вы хотите, чтобы и ребенок баловался, и он получился не смазанный. И чтобы на заднем плане какой-то там двор, может быть, он красивый, и чтобы он там не пересвечен был, чтобы все было в правильной экспозиции, то так не получится. Но для этого мы этот тест с вами и сделаем. Плюс, конечно же, конечно же, лучшая фотография за то время, пока мы с вами не занимались. Я очень надеюсь, что вы сделали много фотографий, что у вас есть снимки с Нового года, с Рождества будет, с отдыха, с прогулок. Один снимок, но самый лучший. Какой угодно. Портрет, пейзаж, кошку, собаку. Самый-самый-самый лучший, но один. Так. Легкого вам выполнения заданий. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, то, значит, тогда потихонечку включайтесь, не напрягайтесь эту неделю, потому что следующее занятие будет сложное. А в эту неделю полегче как раз. Так вот поменял, чтобы вам не сложно было. Но подготовиться надо к следующему. Во всяком случае, найти приложение, убедиться, что где у вас что находится. То есть выучить панель, выучить, где что находится, и пару функций попробовать. Все, этого будет нам на неделю достаточно. Потому что у некоторых проблемы нет, он знает, где у него нужные настройки. А другому человеку придется одно приложение скачать, не понравилось, другое скачать, не понравилось, третье скачать, сказать, вот это подходит. Это в ВКонтакте, я думаю, сделаем. До пятницы во ВКонтакте общаемся, а дальше уже в обсуждение, уже по заданию нужно будет загрузить. Вот, фотографии с каникул, ну можете просто в группу, если просто поделиться снимками, можете просто в группу на стену. А по заданию лучший снимок можете готовить с Елизаветой, а финальные снимки уже потом, как вторник, загрузим, выберем. В общем, это легкое занятие у нас, поэтому наслаждайтесь. Если вопросов нету, то тогда все. Запись я остановил.